Вот у меня здесь есть карта, археологическая карта Ленинского района. От преданий старины глубокой до наших дней на воображаемой машине времени путешествуют сегодня несколько жителей поселка Измайлова. Как выясняется, его история началась почти пять веков назад с деревни под названием Губцова. То, о чем рассказывают на этих экскурсиях на школьных уроках, вряд ли услышишь. Главная цель подобных экскурсий, по сути, заново открыть для местных жителей историю родного края. Увы, но многие объекты и строения, о которых рассказывают здесь, нельзя увидеть или потрогать. Тем интереснее узнавать неожиданные факты. Среди сегодняшних экскурсантов несколько сотрудников молодежного центра «Мечта». Директор центра Петр Островерхов сожалеет, что на столь интересной экскурсии сравнительно немного участников. Принимают участие и дети, и сотрудники. Ну, просто сейчас лето, конечно, все в отпусках, дети поразъезжались. Жаль, конечно. Мы планируем просто сами, своими силами, допустим, по историческим местам Ленинского района. Тем более, что в этом году 90 лет ему. Вот, поэтому есть в плане и проводим. Отдельный рассказ про Троицкую церковь. В 17 веке на ее месте была деревянная постройка, но она сгорела. Сложная судьба была и у нынешнего храма. Последнее, что здесь было, видимо, здесь подземелья какие-то такие вот. Здесь был институт физики земли, там в подвалах размещал свою аппаратуру, сейсмологическую. Во время экскурсии постоянно слышны знакомые имена. Иван Грозный, Борис Голицын, Петр Первый. Что подчеркивает, что история небольшого, казалось бы, поселения неотделима от истории России. Я знаю небольшую предысторию этого поселка. И как бы для меня это очень интересно, что рассказывают сейчас, какие князи были, еще что-то, места какие новые показывают. То, что вот мы пришли в церковь, нам рассказывают, где, что и как было. Елизавета Григорьевна Марченко, краевед, автор нескольких книг, знает об истории этих мест много. И на протяжении уже нескольких лет с удовольствием делится своими знаниями. Я когда-то возила из Витного сюда экскурсии. Это было там автобусы когда-то. Вот и мы, ну там часа два с половиной была экскурсия. А сейчас местные жители, да. Ну они вот, знаете, в связи сейчас с мероприятием 90 лет. Планируется, что пешеходные краеведческие маршруты пройдут и в других поселениях муниципалитета. Максим Козлов, Александр Будников, Елена Кошлева. Видное ТВ.